Проникновение в душу человека, чтобы душа откликнулась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга открытым оком, 14 том. Тема «Семья». Вопрос. 2823. Сегодня стало модно говорить о необходимости иметь несколько детей. О демографической катастрофе в России, что население её убывает. «Каково наше отношение должно быть к этой проблеме?» Ответ Игнатия Лапкина. Никогда вопрос о необходимости иметь или не иметь детей, планировать заранее, сколько детей выпустить, а сколько убить, не было. И Писание о том не рассуждает. Бог даст. И на этом вопрос исчерпан. А слово «проблема» в кавычках терпеть не могу. 18 тысяч абортов ежедневно в России. Такова статистика. Официально известно, что в СССР в 1964 году было сделано 5,6 миллиона абортов. Большее число абортов только в Румынии. 11% от посигнувших на аборт принадлежит девочкам до 15 лет. Россияну бывает с каждым годом по 600 тысяч человек. К 2075 году население России не будет превышать 100 миллионов человек. Неофициальная криминальная статистика намного страшнее. Некогда фараон покусился уменьшить число израильтян. Исход 1 глава с 15 по 17 стихи. Царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок, из коих одно имя Шифра, а другой Фуа, и сказал им, «Когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах, если будет сын, то умершляйте его, а если дочь, то пусть живет». Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Псалом 106, 39 стих. «Уменьшились они и упали от угнетения, бедствия и скорби». Сегодня этот лютый фараон живет внутри неверующих, не имеющих страх Божий. Да и международное сообщество сделало все необходимое, чтобы не было понятия о грехе и чтобы разврат был основным удовольствием. Так почему бы и не быть тому, что пришло? Удовольствие рядом, зримо, ощутимо. А чтобы не делать аборт, для этого нужен страх Божий, а он невидим и невхож. Что было с Израилем, то происходит и с прочими народами. Сколько чеченцев на земле, латышей, литовцев, эстонцев. «Но живут же они и при одном миллионе, и могут учить других, как нужно жить. Русским Бог дал слишком даже щедро всего, и не оценили, противостали Богу и Егове. И Бог сметает их». Иеремия 9, 16 стих. «И рассею их между народами, которых не знали ни они, ни отцы их, и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их. Иеремия 24, 10 стих. «И пошлю на них меч, голод и моровую язву, доколе не истреблю их с земли, которую я дал им и отцам их. Пусть бы остаток русских спасся, обратился к Богу, уверовал во Христа». Римлянам 9, 27 стих. «А Исайя провозглашает об Израиле. Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. Мы слышим и молимся, чтобы люди обратились к вере, потому что люди забыли Бога, и отсюда все». Стихотворение. «Альтернативы никакой и нет попавшему в монашество капкан. К такому утверждению тысячи примет у прокаженных всех их выгнали за стам. Когда на торжище в портовых городах выстраивалась очередь, чтобы купить раба, Сын, простирая руки, о матери рыдал, без чувств отец от горести упал. Замызганные с кровью прежние князья за долгий путь хватили горе лишку. Год-два назад представить-то нельзя, что кто-то мог приговорить их к вышке. Плененные, разбитые в сражении, по полной чаше выхлебали горе. Их сыновей никто теперь не женит. И мьевнухами быть о том уже не спорят. И дочери, искусные красотки, разобраны, по срам сказать, гаремом. А раньше вариантов были сотни. В духах купались, натирались кремом. Где из украшенные дачи и коттеджи, машины, сауны, бассейны и курорты? Померкло солнце под зубовный скрежет. Враг озверел, казавшийся нам кротким. И хорды хлынули, границ не признавая. И ни щадя ни старых, ни сироток в домах, в подвалах рыскали, сновали. Я раньше был благословен, не проклят. И здесь, в плену, среди гортанных криков и воплей соотечественников милых, Впервые стал молиться с тяжким хрипом. Уже в огне, насаженный на вилы. Бог Иегова посетил нас снова. Он смерти грешника и видеть не желает. Он постучал. Все провалилось в прорву. О, Господи, дай слез, чтоб затушить нам пламя. 19 ноября 2005 года. Игла Игнатий Лапкин. То есть, это оживление этих вопросов.